Здравствуйте! В эфире программа «Юридический переводчик», я ведущий Михаил Кузьмин. «Безопасность сделок с недвижимостью» — тема сегодняшней нашей передачи. В гостях у нас сегодня юрист-эксперт по учету и регистрации в сфере недвижимости сделкам, автор 25 книг в сфере недвижимости Антон Шадура. Здравствуйте, Антон! Здравствуйте! Руководитель юридической компании «Марина Захарова». Здравствуйте, Михаил! И юрист Ирина Темченкова. Здравствуйте, Ирина! Здравствуйте, Михаил! И вас сразу с наступающим Новым годом поздравляю! В общем, всего-всего вам самого лучшего! И давайте к теме, что называется «Безопасность сделок с недвижимостью». Рынок недвижимости сегодня, как его оценить? То есть у нас затише сегодня или какой-то некий спад или подъем, или ожидаем мы чего-то такого, чего еще не было. Вот что можно сказать в этом плане? Давайте с кого начнем? Ну давайте, Антон, с вас. Да, я прокомментирую. Сейчас, если брать в частности по Челябинскому региону, определенный спад наблюдается, где-то примерно на 30%. Еще отличается эта динамика по регионам, очень сильно отличается. С чем, опять же, можно связать спад или предстоящие какие-то изменения? Изменились цены на недвижимость. Это, в частности, как первичка, так и вторичка. Стало, конечно, значительно больше. И плюс, конечно, повлияли на нас санкции все равно. И люди не могут сейчас тратить большие средства на недвижимость. Можно сказать, что люди в каком-то неком ожидательном таком периоде находятся, что делать, как делать? Или все-таки это связано, я не знаю, там, рынок, как всегда, поднимается, спад какой-то образуется. То есть я имею в виду какой-то, знаете, бывает сезон, не сезон, да, что называется? Сезон, это примерно, есть, конечно, она имеется. Сейчас больше, конечно, находится в таком режиме ожидания. Михаил, вот давайте, ну, подводя итоги года, как оно все происходило. У нас, в Челябинской области, мы не будем брать регионы, в марте, после всех всем известных событий, был просто вал-скачок приобретения недвижимости минимальных размеров. Это студии, это однокомнатные квартиры, это был март, и на них взлетела цена. МФЦ разрывался, сделок было много, но это вот просто прошло. Плюс к этому люди закрывали свои уже одобренные ипотечные кредиты. Надо было быстро взять вот ту процентную ставку, которая была выгодна. Дальше все сообщества наши обсуждали о том, что, ну, вот сейчас этот спад пройдет, цены взлетели, но цены упадут, потому что предложение будет меньше. Но, я думаю, коллеги со мной согласятся, цены не падают. Ждали – не падают. Цены все равно, вот это вот ожидание покупать, продавца продать дороже, оно осталось. Продавцы не снижают в цене. Если снижают, то незначительно. То есть, нет такого, что с этой. Если до этого, ну, у нас действительно значительно поднялась стоимость вторички за 2022 год. Марина, добавьте что-то. В принципе, по поводу затишья, спад или подъем уже все высказались. Я не являюсь риэлтором, поэтому не отслеживаю рынок, я больше за риски. Понятно. Давайте тогда, знаете, вот, может быть, что касается вот уходящего года, предстоящего года, то есть, какие здесь, может быть, изменения, что можно выделить такое ключевое, да, то есть, вот по текущему году, ну, и какие предстоящие изменения мы, с чем столкнемся, собственно. Давайте, Марина, с вас. Ну, может быть, вот текущий год, да, чем он отметился? То есть, как-то больше, меньше, как-то продаж, я не знаю, как вообще оцениваться. Ну, по текущему году, что я могу сказать? Фактически, люди на моей практике стали больше обращаться реально за тем, чтобы проверить чистоту сделки. Чистоту сделки как юридической, экономической, в том числе и по налогам. Так как я практикую в сфере налогообложения, поэтому очень частый вопрос возникает, какими налогами потом будет облагаться данная сделка именно для продавца. Ну, в том числе и для покупателей, если у нас возникает вопрос о дарении. Вот здесь подъем спроса прям очевидный, заметен. С чем это связано? На это связано, что у нас сейчас на широкую ногу идет процедура банкротства физических и юридических лиц. Это просто повально. И в зоне риска получается покупатель, когда он не проверил недвижимость, а она потом ушла у нас на торги. Когда конкурсный кредитор в течение определенного срока трехлетнего выявляет, что сделка может быть признана недействительной. Может, сомнительная. Да, сомнительная, по заниженной цене. Дальше, что у нас еще интересного? Интересно сейчас стало то обстоятельство, что люди стали уходить от занижения стоимости по объектам продажи. То есть все начали уже как-то более-менее осознавать то, что это чревато последствиями. Да, риски. И налоговые риски до начисления, в том числе и по оспариванию сделок по занижению. То есть нерыночная стоимость. Давайте, Ирина, с точки зрения, может быть, 2023 года, что ждать? Давайте, Михаил, мы тему Марины до конца закончим по поводу налогов. Это связано еще с тем, что цены взлетели очень сильно. Если, к примеру, условные наши новостройки покупались за 4-5 миллионов, и спустя какое-то время до этого они продавались чуть-чуть повысив в своей цене, увеличившись за счет ремонта, то сейчас они взлетели сильно. То есть прибавилось 4, а то и 5, а то и 6 миллионов цена. И если ты продаешь квартиру с 2016 года, в собственности она у тебя менее 5 лет, то получается, тебе доначисляется налог на большую значительную стоимость. И вот с этим связано то, что говорит Марина, люди идут консультироваться. Плюс к этому, у нас же информация прошла по СМИ все-таки, что президент одобрил изменения в налоговом законодательстве. Для семей, где у нас есть 2 и более детей в возрасте до 18 лет, там есть льготы по налогообложению. И вот эти льготы, ну, не все сами же разбираются. Не все понимают, как их применяют. Да, не все понимают, все просто думают, вот у меня двое детей, и все поздно, я сразу, автоматически. Но вот это не автоматически. Не знаю, может Марина продолжит эту тему. Да, фактически, на самом деле, очень часто задаваем, ой, так у меня же двое детей, все, значит, я освобожден от уплаты налогов. Но там существуют ограничения. У нас же всегда законодатель пишет одно, а потом через случай. В случае, если, единственное жилье, там, в надлоговый период ты продавал, покупал тоже единственное жилье, цепочку этого единственного жилья можно отследить. То есть здесь нюансы. Да, там площадь помещения должна быть больше, чем ты продаешь. То есть ты продал, если 30 квадратов, то должен купить 31. А ты, может быть, покупаешь, условно говоря, когда продаешь те же самые 60 квадратов в жилье эконом-класса, а покупаешь там 59 в жилье комфорт-класса. То есть от района, от площади. Там очень много пунктов, по которым применяется это. То есть это сделано для узкого ограниченного круга семей, которые действительно нуждаются, вот со словом, нуждаются в улучшении жилищных условий. Интересно. Так. Еще какие-то есть изменения, которые можно ожидать, прогнозировать? То есть с чем становимся? Ну, давайте так, по итогам года. Сначала пройдемся, что с договорами у нас были изменения, у нас перестали ставить штампы на договоры. На какие конкретно договоры? На договоры, которые мы сдаем в Росреестр. Ага. Для государственной регистрации, которая договора. Это плюс-минус. То есть как тут? Аренда. Это очень интересно, я хочу сказать. Это не плюс и не минус, просто вызывает недоумение, в принципе, у всех покупателей-продавцов. Когда ты по факту должен получать какой-то документ, где стоит печать, штампик, а ты получаешь просто договор, бумажку, где две стороны подписаны. И спрашивают, он же никем не заверен. Так сделка не прошла? Реально такие вопросы существуют. Я могу просто прокомментировать, как сейчас быть в данной ситуации. Да-да-да. Это надо просить сейчас фактически через МФЦ именно копию документа основания заказывать. Заверенно. Обязательно, да? То есть это обязательно такое основание. Ну вот да, то есть копия документа основания. Почему? То есть смотрите, 22-й год. Мы с советского времени, когда у нас сделки регистрировались и ставился штамп БТИ, а тогда регистрация шла через БТИ, там был штамп. Потом с 1998 года, как бы то ни было, были штампы Росреестра. Вот с 29 июня 2022 года штампы перестали быть обязательными. Плюс к этому тоже один момент. Мы не сдаем копию бумажную в архив Росреестра. Они приобщают электронную копию. То есть раньше три экземпляра сдавали, а сейчас два экземпляра. Так. Это очень интересный момент, да. Да, то есть мы должны понимать, да, что объем, который сделок проходит по Российской Федерации, он очень большой. И хранить этот бумажный архив тоже неудобно. Электронный архив. Это в целях опять же оптимизации какой-то, да? Ну я просто тоже прокомментирую. Сейчас Росреестр активно цифровизует свои архивы. Все переводит в электронный вид. Угу. С одной стороны, вот как юрист могу сказать, это может и хорошо. А с другой стороны, в плане доказательств в будущем, вот даже на сегодняшний день сложно представить, как мы будем доказывать подлинность документа, подлинность договора. Обычно мы сейчас истребуем из Росреестр и проверяем, реально там подпись стоит лица, нереально дату наложения и все такое прочее. А вот сейчас, с учетом того, что у третьего лица отсутствует данный документ, а бумага, которая находится у нас, можно ее переподписать всегда, в любой момент. Ну вот это будет открытый вопрос. Еще одна задачка. Практика покажет. Да. То есть это новые задачи стоят, которые и перед юристами, и, видимо, перед судами встали. Кстати, вопрос с судами тоже встал, ну так как практикующие юристы. Изменилось взаимодействие судов с Росреестром. То есть если они раньше посылали бумажные запросы, и Росреестр их обрабатывал и предоставлял информацию, то мы столкнулись с тем, что судам предоставили доступ электронный, и они там сами в электронном архиве пытаются находить документы. К сожалению, пока не у всех помощников это очень легко и просто получается. Опять же, дополнительные телодвижения, что называется, для суда. Ну да, это вот как бы вопрос судебных немножко моментов, связанных с теми же самыми выписками, с теми же самыми копиями правоустанавливающих документов, которые мы запрашиваем. Немножко длительнее период этот получился. Ну, если мы там плавно переходим по поводу… Ну да, то есть что ожидать? По поводу 2023 года, может быть, кто-нибудь из коллег начнет? Давайте я вот продолжу. Давайте. Что ожидать? Это, конечно, повышение размера материнского капитала. Это является, безусловно, позитивной новостью. Которой можно включить, опять же, стоимость, вернее, в оплату квадратных метров. Да, конечно. В середине нововведений это планируется новая выписка ЕГРН об ограничениях обременениях. То есть когда ее введут, можно будет ее заказывать. И также сведения ЕГРН не станут публичными. То есть они станут просто закрытыми. То есть по факту выписку, по сути, может заказывать только лишь правообладатель. Угу. То есть получается так, что сделка, она как вот теперь оформляется, да? То есть при оформлении сделки мы теперь не сможем достоверно оценить, то есть кто там, как вообще проживает тогда. То есть самое интересное. То есть надо будет просить именно правообладателя, продавца, чтобы он оформил выписку ЕГРН. Либо предоставил доступ через госуслуги. Это еще одно. То есть мы входим на сайт Росреестра через аккаунт госуслуг своих. Вот. И заказывая выписку, нам должен правообладатель предоставить право эту выписку получить. С одной стороны, это плюс. То есть право... Ну это вопрос же персональных данных. Персональных данных, да. Но с другой стороны, да, то есть это защита немножко от мошенников, но по факту эта сделка усложняет. Факту реально. Всегда, когда приходят на консультацию, я говорю, что необходимо вам, ребята, проявить должную осмотрительность. Да, да, конечно. Как ее проявить? Заказывайте выписку. Первое, что каждый, по-моему. Да, первое, что делаете, вы заказываете выписку на объект. И в этой выписке на объект видно, что ты ее заказал перед сделкой. И в будущем, когда возникнет спор, будет видно, ребята, я проверил квартиру, проверил дом, она была не в обременении, все, я добросовестный приобретатель. Сейчас, получается, у нас в выписке будет собственник. Единственное, что мы можем на дату, наверное, смотреть в будущем. Да, Марина, права по поводу добросовестности. Ведь у нас единственным критерием добросовестности в законодательстве стоит то, что вы получили выписку и ГРН. Вот это вот прям ключевой момент. То есть проявили вот эту должность, соблюдение стандарта добросовестности. Да, то есть мы проходили практику, что, к примеру, эту выписку может получить не покупатель, а, к примеру, агентство риэлторское, юристы, которые сопровождают сделку, но у тебя есть договор с этими людьми. То есть ты заключил договор на сопровождение, они заказывали эту выписку. Это нормально, это по практике. А вот, действительно, с собственником, насколько это будет достоверно, насколько эта выписка будет... Можно предположить сейчас, давайте пофантазируем, что это будет фиксироваться в мессенджерах, что я прошу тебя заказать выписку, а потом это в качестве доказательства будет использоваться. Ну, намного сложнее этики стало. Это, вроде бы, как будто бы конфиденциальность, да, некую там соблюсти, а с другой стороны, получается... В то же время ты же должен раскрыть всю информацию о своей недвижимости. И, опять же, получается, самое-то главное в ней вот эта своевременность, да, то есть вот... Обязательно. Как это будет? Опять же, вопрос. Еще там читала вот в этих изменениях, что можно будет получить через нотариуса, но надо смотреть и читать. Не совсем разбиралась в этой теме какой-то момент. Насколько подробно... Я так понимаю, что это если будет нотариальная сделка, скорее всего. И вот здесь, возможно, люди начнут перестраховываться и уходить в сделки нотариальные. Ну, как предположение того, что будет, чтобы еще себя обезопасить. Ну, они, по-моему, нотариусы все равно, так или иначе, проявляют вот эту какую-то, так сказать, свою волю, да, для того, чтобы проверить ту самую сделку с недвижимостью. Нотариусы всегда заказывают. А, да, они всегда могут это проверить. Ну, вот они проверяют, да, по выпискам, обременения, права собственности, но в то же время, я считаю, все равно собственник должен самостоятельно и другую должную усмотрительность предусмотреть. Ну да, чтобы самому-то быть. Да, в том числе не только объект недвижимости, который ты планируешь купить, просмотреть, а еще покупатель, ой, продавца, который тебе его продает. Потому что на сегодняшний день нам нужно точно знать, что у продавца имеются полномочия на продажу, что он не состоит в банкротстве, в отношении него не ведется никаких судебных дел, которые впоследствии могут привести, что у тебя эту квартиру, дом или еще какой-нибудь. Просто так же скажу, иной раз требуется заказывать выписку не только на объект, но и о переходе прав, посмотреть историю. То есть кто как владел. Да, конечно. О переходе прав обязательно. Ну давайте, наверное, тогда к рискам перейдем. То есть что сегодня, как с точки зрения рисков. Смотрите, вот мы до эфира говорили о том, что, собственно, есть так называемые доверенности, которые тоже могут быть подвержены риску, то есть подделают, еще что-то. То есть что это и как правильно с этим работать? То есть давайте с кого начнем? Давайте, Антон, вы. Самое главное по доверенности. Если продавец идет по доверенности, мы должны всегда, как покупатель, проверить ее. Заходим, то есть на сайт федеральной нотариальной палаты и проверяем ее по реквизитам. Если реквизиты не совпадают, значит сделку проводить уже нельзя. И есть такой момент. Даже если реквизиты все совпадают, не надо сразу спешить отшлять сделку. Надо пообщаться как с доверяемым, так и с доверителем, кто выдал. Потому что на момент отшления сделки может оказаться, что он, допустим, болен, смертельно болен или даже умер. Это абсолютно, скажу, нивелирует на данный момент сделку. В конце концов ее можно отозвать достаточно быстро. Да, конечно. Но просто требуется всегда лучше слово «созвониться». То есть пообщаться напрямую именно с тем, кто доверенность выписывает. Проверить адекватность доверителя. Того лица, да? Да. Ну и, наверное, самое такое безопасность, если мы все-таки пошли в сделку, давайте так, продажа, то есть продавец идет по доверенности лицо, то денежные средства в данной ситуации переводится на счет продавца, на его личный счет. Мы проверяем этот счет в банке, что он действительный, что он открыт на это лицо. То есть не на того, кому доверенность выписана, а вот именно на его продавцу. Да, на счет продавца это, во-первых, прописывается и в самом договоре, и в любом случае это больше обезопасит в случае именно, когда мы идем по доверенности. Ну и давайте так, возвращаясь к нотариальным документам, если, к примеру, супруги там кто-то продает, имея брачный договор, и нам говорят, что я имею право на продажу по брачному договору, брачный договор тоже стоит проверить, как и доверенность. Возможно, даже запросить заявление о том, что он не отменялся, не изменялся. То есть подтвердить еще раз. То есть там тоже есть какие-то сроки, которые точно надо соблюсти? Ну, перед сделкой. Перед сделкой, чтобы документы предоставили о том, что брачный договор не изменялся, потому что мы же можем дополнительные соглашения к нему заключать, мы же можем его отменить, это тоже очень важно. В том числе и через суд. Да. Так, ну и по перепланировкам, то есть вот я понимаю, что не все перепланировки имеют возможность, как говорится, быть зарегистрированы, чтобы сделка прошла успешно, чтобы она вообще прошла. То есть какие еще нюансы нужно учесть с точки зрения перепланировок? Вообще, как понять, что квартира там была переделана так, что вот это считается перепланировкой? Да, я расскажу. Надо смотреть план схему, который в выписке есть. Ну, порой по ней сразу не видно, что есть перепланировка. Здесь решаются несколькими способами. Это надо выйти по возможности на место, то есть осмотр квартиры и посмотреть такой документ, как технический паспорт. сейчас его готовят БТИ или кадастровые инженеры. Если он имеется в наличии, то посмотреть, сравнить документы. А если имеется расхождение, то есть мы понимаем, это перепланировка, то есть не узаконенная. И возникает вопрос, что сделки на данный момент уже просто не будет. мы просим продавца осуществить все необходимые действия именно по узаконению. Тогда куда стоит обратиться, если, например, там продавец говорит, да это все нормально, это так мелочи. То есть мы там… Нет, вот так реагировать нельзя. Это мелочи, это всегда очень серьезно. Любая перепланировка, даже там просто если какую-то легкую стенку убрали, это и то будет считаться перепланировкой. Тогда давайте сразу обратим внимание, зрители и слушатели, да, на то, сколько вот этот процесс занимает времени, там, средств требует именно перепланировка. Если, допустим, столкнулись, выявили вот эти вот расхождения. Самый простой путь узаконения, это если берем город, мы сдаем документы, это в администрацию города, это по-моему сейчас управление архитектурой, да. У них тоже есть свой срок рассмотрения, но если они выносят отказ, тогда все придется проходить в судебном порядке. Ну, где-то по своей практике могу сказать, сама лично занималась перепланировкой своей квартиры, ушло у меня на это три месяца с получением всех разрешений от архитектуры, в том числе и план перепланировки. Соответственно, за это время, опять же, много чего может поменяться и стоимость квартиры, да, там и так далее. Ну, это когда еще сам и сам бегаешь, а когда ты доверяешь, ну, полгода, я думаю, что реально смотреть на вещи. А по стоимости перепланировки там есть какие-то четкие какие-то суммы или это все-таки все зависит индивидуально от ситуации? Индивидуально от ситуации. Особную сложность, я скажу, вызывает перепланировка при этом реконструкция мокрых точек. Да. Некоторые же у нас перепланировки в принципе запрещены. То есть, когда, к примеру, кухню перенесли в комнату в жилую. То есть, когда, к примеру, коридор нельзя закрывать, то есть, там сделали вход в кухню через комнату, коридор закрыли, это тоже нельзя. То есть, есть моменты, которые прямо четко запрещены. С вентиляцией ничего нельзя делать. Если вы снесли вентиляцию, то есть, ее придется восстанавливать. То есть, там нужно смотреть по моментам. В каждом случае это индивидуально в этой ситуации. У нас сейчас в чем момент один идет. Если раньше были запрещены сделки с перепланировками, если вы пришли в Росреестр, у нас тогда четко проверялось. Мы предоставляли технический план БТИ. Это были нулевые годы. И нам такие сделки не регистрировали. То сейчас все остается на усмотрение покупателя и продавца. Вам Росреестр такую сделку, если вы видели, вам ее не отклонит. Сделка будет зарегистрирована. Ничего не будет. Но вопрос с перепланировкой может встать на других этапах уже у настоящего покупателя. Я дополню. Это вот касается, допустим, ипотечных программ. Когда идет ипотека, там еще банк. А банк очень внимательно смотрит все документы. Они требуют все документы. И чаще это банк останавливает такие сделки. А еще интересный случай. Это все понятно. Квартир перепланировки. А когда мы покупаем дома? Есть у нас старый домик, допустим, 40 квадратов. А по факту там уже реконструкция произведена. Пристрои добавлены. Пристрои добавлены второй этаж. Мансарда. Все достроено. И уже у нас 200 квадратов вместо этих 40 квадратов. Росрес при регистрации реально не смотрят. Пишут в договоре, как зарегистрировано у них, как стоит у них в базе. 40 квадратов. А покупатель счастливый, доволен. Он купил 200 квадратов дом. А ему приходит из администрации письмо. Уважаемый, у вас незаконная реконструкция. Снесите дом. Вот это да. Реальный случай. Классно. Позавчера получили такое письмо. Они просто так рассказывали. Вот что делать с этим письмом или вообще с этой ситуацией? Доказывать, что реконструкция законна у старого собственника была. И права и обязанности. Жизнь здоровья никого не повлияла. Скорее всего такой случай через суд придется. Однозначно. Это однозначно будет суд. Ну хорошо. С кем тогда судиться? И действительно там получается добиться. А здесь ждать, пока к тебе не придет счастливый конвертик с исковым заявлением. Смысл? Ну смотрите, да, еще вот если мы разговариваем про сделки с домами. И есть люди, которые покупают действительно домики под то, чтобы построить там себе дом. Перестроить, конечно. То есть не участок, а именно вот домик. Надо быть очень внимательным и сходить в архитектуру. И уточнить вообще, не планируется ли на этом земельном участке какие-либо работы и изъятие этого земельного участка. Потому что вот у меня были в практике случаи, когда люди покупали и выявляли это постфактум. Они шли за разрешением на строительство, а у них этот участок планируется в будущем расширение под дорогу. Им вообще ничего нельзя там строить. То есть вот этот домик. А второй случай, допустим, зонирование там другое. В документах ИЖС под индивидуальность личного строительства, а по факту там рекреация. Вот, пожалуйста. То есть уже ничего не построишь, собственно, такого, что... Ты ничего не сделаешь. Ты вот будешь пользоваться вот этим объектом, который ты купил, и ты ни реконструкцию, ни пристрой, ничего на этом уже земельном участке и с этим домом сделаешь. Да, ты можешь продать другому такому же наивному человеку. Если касается тоже земельных участков с домиками, это зависит от наличия тех же водоохранных, там природоохранных зон. То есть вот это как раз тоже один из рисков, которые существуют при покупке недвижимости, при том, что как коммерческой, так и частной. Опять же, мы не будем говорить о том, что вот заметил перепланировку, все, бросаем и бежим с этой квартиры. То есть что необходимо посоветовать, может быть, покупателю или сразу продавцу, который занимается этим вопросом продажи, покупкой. Надо просто выяснить, говоря, позиции, сторон готовы ли не ожидать сделку. Самый лучший вариант. Заключаем предварительный договор, определяем срок и ждем, если заинтересован покупатель. Ну да, то есть получается продавец как раз в это время должен все оформить, переоформить там и сделать должным образом. Но это все прописать в предварительном договоре, что конкретно должен сделать у нас продавец. Это очень важно. Понятно. Давайте теперь перейдем немножко к банкротству. То есть есть ситуации, когда там банкротятся физлица и получается так, что там на стадии, может быть, какой-то предбанкротные, да, там вот те самые три года, за которые могут отмотать сделки. То есть что с этим сроком? Понятно, что мы доподлинно знать не можем. То есть вот наш продавец, он завтра не пойдет там банкротиться. То есть что здесь делать? Как себя обезопасить? Ну в данном случае я хочу отметить, среди всех рисков по сделкам банкротства, это сейчас самый очень актуальный риск, даже превалирует над всеми другими. То есть по факту нам нужно за три года, который есть вот этот срок рисковой давности, собрать и хранить все документы по сделке. И самое главное, сделка должна быть реальной, куплена за реальную рыночную цену, не заниженную. Даже если аффилированному лицу продано, все равно она должна за реальную цену. И денежные средства должны быть желательно перечислены по расчетному счету. Потому что к распискам иногда суды, особенно банкротные, арбитраж критический может отнестись. Просто понимаю, что бывает так, что специально договариваться на заниженную сумму, якобы процент налогов платить меньше. То есть не идти на это. Мы это проговаривали в начале, но мы возвращаемся. То есть не все сделки оспариваются в банкротстве, не все. То есть право есть у кредиторов и у арбитражного управляющего оспорить какую-либо сделку. То есть должны быть документы, которые подтвердят, согласно осмотрению, реальность вашей сделки. Что это была цена фактическая, реальная по рынку. То есть кидаться со счастьем, что человек продает объект, и он стоит ниже рынка, лучше все-таки быть в этом плане осмотрительнее. И действительно будут смотреть, был ли перевод денежных средств на расчетный счет. Вот денежные средства поступили на расчетный счет. Арбитражный управляющий, запрашиваясь банка, видит эти все движения. Если он увидел, что да, вот квартира была продана, вот деньги поступили на счет, вот они ушли туда-то. Он даже не пойдет на такую сделку оспаривать. Ну, мы просто работаем с арбитражником, они говорят, ну, если я вижу, зачем я буду тратить свое время и денежные средства на оспаривание, если я понимаю, что эта сделка была реальной. Просто знаете, часто же как раз и берут, видят, действительно, цены достаточно занижены. То есть классный объект, пусть он там даже и не новый, но я в него вложусь и продам подороже. То есть вот что тогда предусмотреть, как проверять? Вот понятно, что хорошо сохранять документы, это да. Но вот, например, увидел я интересный объект и цены, ну вот я считаю, что он ниже рынка. Человек мне объясняет, слушай, ну вот мне надо скинуть быстрее, потому что я там уезжаю, улетаю, уплываю и так далее. Вот, и что тогда? То есть вот как в просакта не угодить? Понятно, что ниже рынка. А что еще? Вот по факту мне оказаться уже в этой ситуации. Если у нас есть подозрения по финансовому состоянию продавца, лучше запросить у него, чтобы он предоставил отчет по своей кредитной истории. Это как? То есть по всем расчетным счетам? Да, конечно. То есть из бюро кредитных историй. Он это может сделать в электронном виде, как заказать, так и фактически через портал госуслугу заказать. Еще можно себя защитить, обратиться к независимому оценщику, оценить данный объект. Если, допустим, в этом объекте имеется какой-то недостаток, оценщик на это укажет, и ты будешь потом мотивировать, почему цена ниже, чем рыночная. А скажите, а вот стоит как-то пробивать продавца на предмет того, что там финансовое положение, там, я не знаю, есть ли какие-то исковые заявления к нему, там, я не знаю, приставы обращаются уже там, трисутовые и так далее. А это легко смотрится по публичным базам данных, тех же судебных приставов? Это святое дело. Это стандартная процедура проверки, то есть мы даже про это не говорим, потому что ты смотришь действительность паспортных данных, ты смотришь, есть ли доверенность действительность, базы данных приставов, сайты судов, то есть это все автоматически как бы… Ну то есть как только мы тем более понимаем, что если ниже рынка ценник, сразу мы вот эту информацию все актуализируем и смотрим, сопоставляем. Если ниже рынка ценник, и у тебя есть наличные денежные средства, то лучше выходить на торги и покупать объекты недвижимости на торгах. Там действительно цены ниже рынка, и эти объекты, которые уже уходят… То есть официально зарегистрированные, да? Да, но если у тебя есть наличные денежные средства без каких-то кредитных заявлений. Ну да, то есть ипотеку там никто, наверное, не пропустит. И скажу такой момент, чтобы иногда проверить финансовое состояние, если есть возможность пообщаться, если это, допустим, бывшие супруги, то есть один из супругов, знакомые, то есть они могут уже дать какие-то определенные подсказки, стоит проверять или не стоит проверять. Хорошо. И вот давайте тогда несовершеннолетние, недееспособные, примерно как будто бы похожие категории, они действительно похожи, или все-таки тут колоссальная разница? Несовершеннолетние, я понимаю, тут можно говорить о материнском капитале, который там включен, да, как часть оплаты за недвижимость и так далее. То есть какие тут нюансы и сложности могут возникнуть при покупке, при продаже? Ну, первый момент, давайте так, если мы видим, что сделка была ипотечная у продавца, то однозначно запрашивается информация, предоставление справки из банка о неиспользовании маткапитала. Потому что, возможно, маткапитал использовался, но они не зарегистрировали выделение долей. Единственное, достоверно, фактически, может подтвердить это нам банк, выдав такую справку. Если маткапитал использовался, тут все гораздо сложнее. Может, коллеги продолжат. Ну, такую справку можно не только у банка, это может, говоря, и продавец предоставить, сам, говоря, собственник. Аналогично это через портал госуслуг или сайт Пенсионного фонда России. Ну, я считаю, что сделки с несовершеннолетними детьми у нас защищены, потому что всегда при этих сделках участвуют органы опеки и попечительства. То есть, справка-то от них всегда должна быть. Но они не проверяют чистоту сделки, они просто дают согласие на отчуждение, на приобретение, если у тебя там заверение, что ты там большую площадь ребенка или аналогичную предоставишь. То есть, главное соблюдать, чтобы ребенку при покупке была выделена площадь не менее, чем в данной квартире. У нас как-то был на передаче Николай Третьяков, как раз это нотариус, и он рассказывал, что есть такая сейчас ситуация, что там доля ребенка, например, может в долях как-то регистрироваться, а площадь остальная, то есть, она как-то уже не в долях, а там по другой какой-то составляющей. Вот эта вот разница, она типа того, что тоже может являться помехой. Разная регистрация одной самой недвижимости. То есть, вот здесь что-то есть такое сложное? Такое сложное, не знаю. Но надо будет уточнить, конечно. У нас всегда в долевом соотношении. То есть, все время в долях стараются, да? То есть, ни в коем случае. Долю делим на квадраты. Смотрите, если вы покупаете квартиру, в которой был использован мат-капитал, в котором выделены доли, вот все-таки порекомендовало бы оплату детской доли произвести после того, как детям будет либо куплена, либо выделена доля, исходя из разрешения, которое предоставила опека. У нас банки такое практикуют, что они перечисляют денежные средства только после предоставления подтверждающих документов, что ребенку приобретена доля в другом жилом помещении. Потому что в 31-й канал осенью был как раз репортаж, где в Копейске была приобретена квартира, а там, оказывается, и доли не были выделены. И теперь покупатель этой квартиры остается без квартиры, потому что сделку оспорили. То есть, это всегда будет оспорена сделка, да? Безусловное основание. Здесь ущемление прав ребенка. Интересный момент здесь возникает, когда у нас недееспособные граждане. Они могут быть реально недееспособны, состоять на учете. Это легко проверяемо. То есть, берется справка. То есть, если ты подозреваешь, что лицо как-то неадекватно себя ведет, первое, что нужно попросить этого продавца, сходить и взять справку, что он на учете не стоит. В том числе, это касаемо возрастных продавцов, бабушек и дедушек. То есть, правильно говорить, силу здоровья и возраста. Да, силу, что они осознают, что делают. То есть, иногда же у людей преклонного возраста деменция наступает, и не всегда они понимают через день, что они эту сделку совершили. И вот как раз безопасность покупателя, то, что у него на руках будет данная справка, что он когда-то осуществлял сделку, что у нас продавец был нормальный. Психоневрологический диспансер называет ее справка о сделкоспособности. Она официально как бы нет, но они между собой называют ее так, что лицо осознает именно эту сделку. Они задают ли я там вопрос. В принципе, если пожилой человек, лучше обезопасить себя, не ждать, пока он что-то не то скажет даже, или сделает, что-то не то с человеком. Я бы вообще рекомендовала после 50 брать такие справки. А еще такую справку необходимо взять, даже если сделка у нас идет между близкими и родственниками. Допустим, договор дарения. Часто семейные скандалы случаются. Мама, папа подарила там одному из ребенка, и начинается оспаривание. То есть, тоже рекомендую брать такие справочки. Я тоже слышал, когда при сделках требуют такие документы, и если другая сторона тщательно уклоняется от них, в любом случае, тогда сделку категорически нельзя проводить. Так, ну и вот что касается брака, то есть здесь какие-то же нюансы есть. То есть, раньше согласование супруга было обязательным с этого года, вроде как необязательное, да? Давайте прокомментирую. Да, оно раньше было обязательным, потом, конечно, это возникло как право. Но это право, опять же, какое-то а-ля право, по-моему, что все-таки необходимость-то, она остается. Да, по сути, конечно, безусловно, остается. И в этом году приняли новое постановление о том, что печати о браке мы в паспорт не ставим. Ну да, то есть там пожелание, по-моему, да? По детям до 14 лет. И возникает, конечно, у нас такая сложность, как это все проверять теперь. Конечно, то есть можно и фамилию не менять, собственно. Единственное, конечно, это надо сейчас спросить у продавца, причем очень настоятельно, это свидетельство о браке, о расторжении брака, о наличии детей. А человек, если он принес, как говорится, паспорт свой, а у него, вот как можно вынудить его? Надо смотреть по датам, если, по-моему, это как раз до июля этого текущего года, там все как раз эти печати будут, а если уже после июля, ну тогда надо очень тщательно проверять. Просто как это проверить? Я про то, если, например, человек продает квартиру, а у него действительно там не стоит ни печати, ничего, что он там в браке стоит, а как его обязать дать справку, что он не состоит в браке? Если заинтересован, то он эту справку даст. То есть он должен съездить там в ЗАГС и возьмет справку. В том числе, даже если продавец утверждает, что он не в браке состоял, иногда, зная, что все равно покупатели настаивают, человек едет и берет, что он в браке на момент приобретения не состоял. Это тоже, наверное, нужно порекомендовать как обязательное действие. Да, конечно. Да, именно только так. У нас уже с конца нулевых, опять-таки, переводили реестр ЗАГСовский в электронный вид, и он сейчас нормально электронно сформирован. И информация была летом, что нотариусам предоставят ограниченный доступ именно к данным о регистрации и расторжении браков людей. То есть у них не ко всему, а именно вот к этим моментам. То есть нотариус-то, в принципе, сможет эту информацию пробить. Как раз вот когда шел вопрос по поводу вот этого, то есть у нас такое впечатление, что нас вынуждают идти к нотариальным сделкам. А нотариальные сделки, ну, они дорогие, скажем так. Я тоже еще скажу, есть исключения, то есть когда данное согласие не требуется. Если имеется брачный договор, имущество получено в порядке наследства и в порядке приватизации. То есть данное согласие не требуется. Риски отношений с застройщиком. Вот такой понятный нюанс, да, вроде бы понятно, что застройщик сегодня есть, завтра он может уйти в банкротство. То есть что здесь можно посоветовать? Вот у меня лично после всяких вот этих событий, ну, вот такой прям вот мандраж по отношению к тому, чтобы брать на рынке первичном недвижимость. То есть как будто бы проще на вторичку сконцентрироваться. Ну, в любом случае, мы смотрим, конечно, это финансовое состояние. Мы смотрим сразу, имеются ли суды по банкротству. Ну, то есть пробиваем сайты судов, да, и там смотрим уже его финансовое состояние. Сделки со счетами, скроу самые безопасные. Ты кладешь денежные средства, получается, на свой счет, то есть счет общий открыт в банке, и твой платеж, он поступает на счет эскроу. И застройщик получает эти денежные средства только после подписания акта приема-передачи. То есть мы в договоре с банком это указываем, да? Это должен быть застройщик конкретно строительства со счетами эскроу. То есть это специфически, это не все объекты. То есть ты когда идешь к застройщику, ты спрашиваешь, каким образом строится объект. Вроде как, опять же, говорили, что сейчас деньги получает банк, а не застройщик. То есть это тоже не какая-то задача. Вот это вот как раз и идет, что это счета эскроу открываются в банке, который кредитует это строительство, получается. Что-то еще, Марина, добавить? По застройщикам есть какие-то еще нюансы? Да нет, в принципе, коллеги все сказали. Проверить реальную дееспособность данного юридического лица, зайдя на сериал. Просто я, знаете, хочу тоже отметить, что не факт, что если компания существовала десяток лет, что завтра она не упадет в банкротство. То есть вот раньше как-то на это все уповали, что, ой, да это строительная компания, она существует уже там не пойми сколько, и не страшно там брать. То есть не то, что там новый какой-то застройщик непонятный, без репутации и так далее. То есть это все как бы так. Сегодня прогарантировать финансовую состоятельность вообще никого никогда не представляется возможным. Сегодня у тебя хорошие дела, завтра у нас рынок упал, и все, и ты банкрот. И тогда применение долги и запрета. Давайте я еще немножко дополню все-таки к этому. Оценить определенную репутацию застройщикам можно, есть еще такая база, как единый список застройщиков. То есть можно посмотреть и оценить, то есть насколько хорош тот или иной застройщик. А что там в этой базе содержится? Фактически те критерии и показатели по критериям, по которым можно оценить их деятельность. Ну и тогда применение долги и запреты, то есть аресты и все такое прочее. То есть здесь какие нюансы нужно соблюсти, чтобы опять же быть тем самым добросовестным покупателем, или там, я не знаю, продавцом? То есть какие нюансы здесь необходимы? Вот, допустим, когда мы заказываем выписку и смотрим от продавца, если там написано запрет на регистрационные действия, мы начинаем разбираться, почему этот запрет возник. Чаще данный запрет возникает от того, что продавец накопил коммунальные, то есть долги по коммунальным платежам, и, соответственно, они уже дошли до суда, и судебные приставы фактически вынесли свои постановления, которые были зафиксированы уже в Росреестре. То есть и нам необходимо отмотать обратно всю цепочку, то есть нужно погасить все задолженности, внести сведения приставам и в Росреестр, и мы только тогда уберем эти запреты из выписки. То есть получается так, что если, например, мы видим квартиру, которая по заниженной цене, и понимаем, что там долги вот такие вот за кварплату, в принципе, можно браться за эту сделку. Не всегда. Надо смотреть размер задолженности, потому что если размер очень большой, сделка не падет. А если размер не такой большой, можно пойти таким способом. Заключается предварительный договор, вносится определенная сумма, погашается аванс. Сейчас с помощью аванса погашаем эту задолженность, а потом уже вносится остальная сумма. Добавите что-то еще? Ну, мы же говорили изначально, то есть проверка стандартная идет по сайту судебных приставов этого продавца. Там единственное, нужны фамилия, имя, отчество и точная дата рождения, чтобы проверить лицо. И после этого ты увидишь, имеются ли какие-то моменты с задолженностями, ну и плюс пробить базы судов по месту нахождения этой квартиры. То есть не только районные суды, но и мировые суди. Конечно, сейчас немножко базы похуже стали работать, но в принципе работают. Тут еще, знаете, важно, опять же, отметить порядок получения денежных средств. То есть немножко об этом говорили уже, то есть риски продавца, покупателя. То есть говорить о том, что если сделку, вернее, как МФЦ принял документы, то есть это еще не факт, что нужно сразу оплачивать вот эту сделку. То есть, насколько я понимаю, это тоже сомнительно. МФЦ может рассмотреть и вернуть, там развернуть и так далее. У нас обычно оплата идет до подачи документов на регистрацию. То есть что здесь, как вообще правильно себя повести покупателю, продавцу, то есть в какой момент отдавать, передавать денежные средства? Как скроу-счет, аккредитив на сегодняшний день. То есть это вот самый такой, да? Да, способ безопасных расчетов, да. Наличкой не пользоваться, что называется. Почему можно, почему нельзя? Не запрещен, разрешенный способ. Каким образом лучше тогда, чтобы все-таки, ну в какой момент опять же, да, передавать деньги? Денежные средства у нас, передача денежных средств по закону не подтверждается свидетельскими показаниями. Поэтому всегда брать расписку. Если у нас на руках расписка, что у нас продавец получил денежные средства, он уже никогда не сможет доказать, что этих денежных средств не получал. Ну и, соответственно, ты должен, и в случае спора, ты должен доказать, откуда у тебя эти деньги взялись. Допустим, у тебя зарплата 15 тысяч, а ты покупаешь 5 миллионов в том. Ну откуда ты их взял? На счетах у тебя их не было. Ну то есть вот опять должная осмотрительность. Ну да, да. Это вопросы коллеги из Москвы рассказывали, потому что много блогеров, которые сейчас зарабатывают в теневую, получают доход денежные средства, покупают объекты недвижимости и машины дорогостоящие. К ним возникает очень много вопросов по поводу приобретений. Интересно. Ну и недвижимость в том числе, потому что налоговая видит в своей базе, что у человека ноль доходов, а он приобретает объект по купле-продаже за 20-30 миллионов. Ну да, интересно. То есть сразу возникают вопросы. Там же сразу и по налогам, наверное, коснется все. Тогда, знаете, вот наиболее распространенные схемы мошенничества, то есть может быть какие-то, знаете, нюансы просто выделить, на что обратить внимание. То есть и опять же вот мошенничество ли это, когда мы там рассматриваем такие схемы, где друг с другом договорились, да, там, например, пройти, чтобы по договору там с одной суммой, а в итоге заплатить там как-то еще дополнительное там по расписке еще что-то. Да, я понял. Самая стандартная схема – это обычно бывают поддельные документы. То есть мы, когда смотрим пакет документов, смотрим, все ли там правильно. То есть именно по таким документам. То есть их поддельность. Что-то еще? Оригиналы документов, оригинал паспорта проверять у продавца. Ну, говорю, то есть вот с этой точки зрения закладывать именно расчет через расчетный счет. Ну, мы стараемся уходить от налички. Потому что в мошеннические схемы есть такой момент, что продавец настаивает на расчете наличными. Могут прямо настаивать, что вот мне надо вот срочно сейчас вот именно наличку. Если есть такой момент, только если, ну, то есть не сам покупатель предложил расчет наличными, что вроде как проверил и все нормально, а если продавец настаивает, то я бы такой квартиры в принципе опасалась. Давайте тогда с точки зрения меры защиты, да, то есть как защитить себя, то есть в том числе от Росреестра, то есть и методы, какие-то возможности, что и которые существуют. Ну, давайте я кратко пройду. Самое основное, это нужно написать, если по сделкам заявление о невозможности регистрации без личного участия. Данный способ спасает, если кто-то придет даже по доверенности, Росреестр такую сделку просто не пропустит. Второй способ, это сейчас Росреестр активно как бы рекламирует, это обновление персональных данных. С чем это связано? Если кто-то придет, также будет подавать заявление с документами, на e-mail и телефон собственника просто придут уведомления о том, что с вашей недвижимостью что-то происходит, и тогда можно вовремя предпринять какие-то меры. Это только к собственнику получается, а продавец-то, он так вот остается где-то за кадром опять же. Ну да, я просто говорю, это какие меры существуют, то есть это надо прийти в МФЦ и написать заявление о внесении сведений, то есть об обновлении персональных данных. И есть еще вот такая выписка, но о ней почему-то очень мало знают. Собственник может заказать ее о лицах, которые интересовались его недвижимостью. Это очень редкая выписка, но она позволит узнать. Он посмотрит, какие лица интересовались недвижимостью и сделает уже определенные выводы. А какие там могут быть выводы? То есть в принципе, ну вот кто может интересоваться? Другие покупатели? Ну да, вопрос еще, какие покупатели, конечно. То есть такая выписка существует, она позволяет как бы мониторить ситуацию. Так, и давайте может быть про налоги, да, то есть такой немаловажный факт, что называется, то есть варианты снижения, то есть может быть какие-то еще такие вот благополучные вещи, да, или не очень, да, то есть что нас ждет, какие изменения, может быть, по налогам и так далее. То есть можно ли, опять же, сэкономить на налогах при покупке-продаже? В сторону уменьшения нас точно ничего не ждет, это однозначно. Единственное, что я хочу сказать. Мы все время говорили про жилое помещение в сегодняшней передаче, а ведь у нас у граждан, у некоторых, имеется также коммерческая недвижимость. И вот здесь как раз налоговые риски у граждан, которые не занимаются коммерцией, не являются индивидуальными предпринимателями, продают коммерческую недвижимость. Вот здесь данным гражданам, они иногда заблуждаются, что они могут применить какие-то налоговые вычеты, что они могут не платить, что якобы они пользовались более 5-3 лет данным помещением. У нас всегда коммерческая недвижимость облагается налогом на доходы физических лиц. Если ты физическое лицо, что здесь можно рекомендовать в данной категории граждан? Если вы намерены продать свою коммерческую недвижимость, оформите индивидуальное предпринимательство на 6%, и вы спасете себя, в принципе, от 13% налога. А еще в случае выездной налоговой проверки от 20% НДС и штрафов с пиями. А там, кстати, не будет подозрительного оформления прежде чем? Ну почему? Это же твое право. Ты же занимаешься продажей, вид деятельности, продажей своего собственного коммерческого недвижимого имущества. Интересно. И, может быть, еще по налогам, да? То есть, опять же, схемы снижения. Мы, получается, говорим о том, что если продавец 3 года не пользует... Вернее, как, в собственности не имеет это жилье, тогда он платит... Это не схемы, Михаил. Это не схемы. Это те права, которые предоставлены нам налоговым законодательством. То есть, у нас до 2016 года был срок в собственности 3 года, и ты мог продавать без налогообложения. Далее изменили 3 года, осталось для приватизированных помещений и полученных по наследству. Все остальное приобретенное в собственность на основании договоров. Теперь 5 лет срок, который идет налогооблагаемый. Владение свыше 5 лет не облагается налогом. Единственное изменение было уходящего года, то, что не обязательно предоставлять декларацию, если ты продаешь помещение незначительной стоимости, которое входит в пределы налогового вычета. То есть, у нас налоговый вычет относительно жилых помещений – это 1 миллион, относительно нежилых, в том числе парковочных мест – 250 тысяч. Вот если ты продал что-то в течение периода, который налогооблагаемый, но стоимость эта ниже, тебе не обязательно подавать налоговую декларацию. Это с 2022 года действует. И, кстати, относительно парковочных мест и гаражей, изменения не коснулись. Налогооблагаемый период – 3 года, а не 5 лет. То есть, 5 лет – это относительно только жилых помещений. Вот здесь не все знают, что при продаже вот в эту пятилетку, если ты продаешь единственное жильё, у тебя есть льготный период до и после купли-продажи. То есть, ты имеешь право купить другое жильё, и тогда ты не попадаешь под налоги, суммы превышающие 1 миллион. То есть, вот это такой нюансик, но это при условии, что это единственное твоё жильё, опять же. И опять же там, Дарья. И там надо ещё попасть в один и тот же налоговый период. Вот это очень важно. В один, который у нас с 1 января до 31 декабря. Да, потому что были люди, которые приходили, говорят, а я вот продал там 28 декабря, а купил первого. Первого. Ну, это условно. Всё, уже мы вылетели. То есть, ты уже попал на налоги. Ну, тут да, тут получается самый важный критерий. Опять же, есть же периоды и месячные, и там. Нет, нет. Тут год рассматривается. И именно с 1 января до 31 декабря. Налоговый период. Ну и, наверное, Михаил, ещё одно изменение важное, которое с 2023 года вступает, потому что эти изменения потихоньку идут у нас, связанные с регистрацией граждан. Мы же не проговорили про те, что можно купить квартиру в виде тех лиц, которые там зарегистрированы. У нас убрали обязанность паспортных столов вести учёт граждан. И теперь собственники помещений смогут получить данные, даже если согласие гражданин зарегистрированный мне предоставил о тех лицах, которые зарегистрированы в их жилом помещении. У нас, знаете, вот остаётся буквально две минутки до конца эфира. Может быть, мы с вами сейчас как-то обратимся к нашим зрителям, поздравим, что называется, с Новым годом наступающим. То есть пару буквально минут. Давайте, Ирина, с вас начнём. Ну, с наступающим Новым годом хочу поздравить наших телезрителей и пожелать удачных сделок и приобретений тех, кто планирует их в будущем году, что всё прошло отлично. Отлично. Ну, тоже в рамках, опять же, нашей темы. Может быть, кстати, про книги что-то скажете? Они у вас достаточно в большом объеме. Тоже поздравляю всех с наступающим Новым годом. Просто прокомментирую. У меня есть реактор безопасных сделок. Это мой сборник. Именно книг по безопасности сделок. Так, отлично. Марин? Дорогие телезрители и радиослушатели, всех поздравляю с наступающим годом. Желаю всем здоровья, активности, энергии и хороших соседей при покупке недвижимости. Да. Да, это важный момент. Хорошо. Спасибо вам большое за встречу. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова